Всем привет, друзья! Бывает, что при подключении флешки или внешнего жесткого диска к ПК, система предупреждает, что если мы хотим использовать этот диск или же флешку, то нам нужно его отформатировать. Рассмотрим ситуации, когда на таком диске есть данные, и их необходимо сохранить. А также, когда какие-либо важные данные на жестком диске или флешке отсутствуют, его форматирование не является проблемой. Чаще всего причина ошибки, чтобы использовать диск в дисководе, является ошибка файловой системы, вследствие неправильного извлечения, прерывания записи или из-за других факторов. Но возможны и другие причины. Если это новый диск или флешка, накопитель изначально может быть не отформатирован. В этом случае отформатируйте его. Если накопитель, который вы пробуете открыть, ранее форматировался и использовался в Linux или Mac OS, а указанные файловые системы не поддерживаются в Windows, это X3, X4 для Linux, а в случае с накопителем с Mac, HFS Plus или Apple File System. Если карта памяти использовалась как внутренняя память Android, файловая система диска отображается как RAW. Детальные видео о том, что такое диск RAW и как его справить, уже есть у нас на канале. Ссылка на него будет в описании. Итак, вы подключили свою флешку к карту памяти или внешний диск к ПК и получили ошибку. Если ошибку получил диск, раздел или флешка, на которых не было важных или ценных данных и файлов, копия которых есть у пользователя, никакой ценности не несут, то восстановить работоспособность диска или флешки можно просто отформатировав его. Сделать это можно любым удобным способом. Нажав на кнопку «Форматировать» при попытке открыть диск, кликнув на нем правой кнопкой мыши и выбрав «Форматировать» или с помощью инструмента управления дисками. При этом все данные такого диска будут удалены, но его работоспособность будет восстановлена. Если Windows не предлагает отформатировать диск при попытке его открыть, его не получается отформатировать другими способами, то восстановить его работоспособность без сохранения файлов можно с помощью команды «Clean» инструмента «Disk Part». Запускаем командную строку от имени администратора. Далее вводим команду «Disk Part» и затем «List Disk». Видим список всех дисков. В моем случае нужно очистить флешку. Будьте внимательнее при выборе раздела. После этого вводим «Select Disk». Для полной очистки раздела вводим команду «Clean» и нажимаем «Enter». По завершению процесса видим, что очистка диска выполнена успешно. Далее вводим команду «Create Partition Primary». Этой командой мы создадим раздел на флешки. Выбираем этот же раздел, пишем «Select Partition». Теперь нам нужно сделать форматирование флешки в заданной файловой системе. Например, в «NTFS». Для этого вводим команду «Format FS равно NTFS Quick». Команда «Quick» отвечает за быстрое форматирование. Нажимаем «Enter». Затем нужно назначить букву этой флешки с помощью команды «Assign Later M». После этого завершаем работу «Disk Parts» с помощью команды «Exit». Закрываем командную строку. Заходим в проводник и видим, что наша флешка полностью работоспособна. Куда неприятнее, если на диске были важные данные и требуется не просто отформатировать его, а вернуть раздел с этими данными. В таком случае не форматируйте его, так как это удалит все данные на нем, а сделайте следующие действия, которые могут вернуть ваши файлы. Запустите командную строку от имени администратора. И введите в ней команду «CheckDisk» и букву нужного диска. После проверки компьютер восстановит поврежденные сектора и файловую систему NTFS на проблемном томе. Обратите внимание, этот способ эффективен, если флешка или диск были отформатированы в NTFS. Переходим к нашему диску. Как видим, он рабочий, и все файлы, которые были на нем, до сбоя также присутствуют. Если файловая система диска ранее была FAT, то при выполнении команды «CheckDisk» вы столкнетесь с такой ошибкой, а что, если команда «CheckDisk» по какой-то причине не сработала, или файловая система RAV диска ранее была FAT? Несмотря на это, ваши файлы с данного диска все еще возможно восстановить. Ведь по большому счету они не удалены, просто имеет место сбой или ошибку файловой системы. Как это сделать? Чтобы восстановить их, запустите Hetman Partition Recovery. Ссылка на страницу, с которой можно скачать программу, будет в описании. Выберите диск, который получил ошибку. Кликните на нем и выберите тип анализа «Полный анализ». После окончания анализа программа обнаружит и отобразит все разделы диска. Кликните на нужном, и в окне справа отобразятся файлы, которые хранились на нем. Если на сбойном диске было много файлов, а найти и восстановить необходимый какой-то определенный, кликните на папку «Глубокий анализ», в которой обнаруженные файлы отсортированы в папках по форматам. Посмотрите при желании файлы в окне предварительного просмотра. Чтобы восстановить их, перенесите нужные файлы в окно «Список восстановления» и нажмите «Восстановить». Выберите метод сохранения файлов и укажите путь. Восстановить файлы восстановлены. А на этом все. Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока ты смотришь это видео, мирные жители Украины умирают от атак и бомбардировок Российской Федерации. Безумный путинский режим напал на мирное государство в самой центре Европы. Поддержите украинскую армию, пожертвуйте средством фонд «Повернись живым». Сканируй QR-код или перейдите по ссылке в описании к видео и перечислите любую сумму, которая обязательно усилит украинское сопротивление и поможет противостоять преступной российской агрессии. Субтитры создавал DimaTorzok